Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии – врач-кардиолог Екатерина Андреевна Зубова. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, мне бы хотелось несколько слов сказать о том, что в этой студии уже были врачи-кардиологи, которые рассказывали нам о тайне главного насоса жизни, я имею в виду сердце, сердечно-сосудистые хирурги, которые говорили о тайне кровообращения. Но тем не менее, несмотря на то, что эта профессия одинаково называется, каждый врач уникален. Путь становления врача уникален. И каждая передача «Быть врачом» рассказывает об этом уникальном пути. А также еще спецификой сегодняшней нашей гости – то, что она врач-анестезиолог-реаниматолог, специалист функциональной диагностики. Вот что это такое, мы сейчас узнаем. Екатерина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции мы начинаем с детства. Вот что для вас было таким пусковым крючком, таким триггером, который для вас послужило становлением на путь врача? Или это врачебная династия? Четкой династии у нас нет. Моя мама, она закончила санитарно-гигиенический факультет. Она главный врач Роспотребнадзора. Но тем не менее, она врач, отношение к этому она имеет. Моя тетя – реаниматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог. Наверное, да, она была для меня каким-то примером, но, откровенно сказать, я не помню других идей в своей жизни. Я прекрасно помню, вернее, мне рассказывала бабушка, только что в три года я вырезала куклам аппендицит. Какая прелесть. И это было... И кукла эта сохранилась, у которой аппендикс удален. И, соответственно, с раннего детства я вынашивала только эту идею. Других никаких... Каких-то мыслей о какой-то другой профессии у меня никогда не было. В 16 лет я оказалась у бабушки в деревне, где, собственно говоря, у меня появилась первая возможность познакомиться с медициной. Я попала в районную, центральную районную больницу самую обычную, которых в то время еще было очень много. И тут мне довелось побывать и в операционной... А как получилось то, что в деревне вы попали в такую медицинскую атмосферу? Это была какая-то личная ваша травма, трагедия? Или это вы попали туда по приглашению ваших родственников? Нет, я очень хотела. А вы хотели, и вы пошли? Я очень хотела, и дедушка имел определенные влияния в этом поселке. А, понятно. И в этой районной больнице меня пустили просто посмотреть, как и что происходит. То есть юная девушка, которая еще окрылена всякими идеями, вдохновлена всякими эмоциями, влюбленностью. И вдруг операционное, медицинское пространство, и вы идете туда сознательно, чтобы что-то там увидеть. Чтобы увидеть, чтобы помочь врачам, потому что там на самом деле был один врач-хирург, и он делал все. Он был дома, то есть его вызывали из дома, если что-то происходило. И это был такой уникальный своего рода опыт. В таком юном возрасте я попала в больницу, в настоящий работающий стационар, где все по-настоящему. Я смогла увидеть, как все это происходит. И на самом деле очень благодарна за тот опыт, который мне довелось. А что вами двигало? Просто желание помочь и увидеть? Или вот наставление дедушки? Нисколько. Нет? Внутренний зон. Я очень хотела быть врачом, и я могу даже сейчас, претерпев все трудности здравоохранения, с которыми мы сталкиваемся, ну что тут говорить, мы действительно с ними сталкиваемся. Но тем не менее, я ни разу об этом не пожалела, и желаю того же своим детям. Я мечтаю увидеть свою дочь врачом. Она уже движется к этому уверенно, и своего слына тоже. Он еще маленький? Здесь, наверное, важно и наставление, генетика, безусловно. Но еще внутренняя искра такая. Вот вы ее зажгли, когда лечили вот свою куколку в детстве. Первый аппендицит. А что вами движило, когда вы вот эту куколку взяли и стали ей делать эту операцию абдоминальную? Я, честно говоря, этих моментов не помню. Мамушка рассказывает, что так было. Я помню уже дальше, когда я училась. Вот врач. Вот он. Он проклевывался. Все. Вы уже родились, наверное, врачом. Возможно. Понятно. Хорошо. Значит, опыт в сельской, как бы, вот этой вот атмосфере, где действительно все делает один врач, сельский врач, и все сложности на его руках, и вы прям хлебнули само прям огнево такое. Так, а что же дальше? В этот момент я уже училась в медицинской школе. Я училась в медицинской школе, я закончила медицинскую школу, и, соответственно, оказалась во втором медицинском институте. Я закончила школу с медалью, и трудностей для меня, в принципе, не было при поступлении никаких. Ну, здесь просто стоит вам только преклониться и к вашему такому самопожертвованию, и самоотдаче такой. Это же самый труд, трудный. Хорошо. Тогда, значит, учеба, да, 2010 год, это уже высшее заведение, наверное, там, где по-настоящему становятся врачами, дипломированными врачами. Это рубеж 2010 год, медицинский университет имени Пирогова. И лечебное дело. Потом терапия. Интернатура по терапии. Но это не было моей мечтой. Не было ваше. Здесь начались какие-то вопросы, да, уже судьба подкидывает какие-то вызовы. И вы начинаете выбирать. Всю учебу в медицинском институте я дежурила. Дежурила я в Склифе. Хотела стать хирургом или анестезиологом-реаниматологом. Такое вот непростое у меня был выбор. Да. Вы всегда выбираете что-то сложное. Да. Да? Да. И до последнего курса была уверена, что стану анестезиологом-реаниматологом. И шла к этому я была старостой кружка в анестезиологии реанимации. Вроде как все складывалось. Но на последнем курсе родилась моя дочь. Я стала задумываться, а как же я справлюсь? А смогу ли я стать анестезиологом-реаниматологом? Смогу ли я дежурить бесконечно? И в этот момент я почему-то отошла назад и пошла в интернатуру по терапии. Но потом я свою мечту стать анестезиологом-реаниматологом исполнила. Я закончила две ординатуры. Потом я закончила ординатуру по кардиологии, потом закончила ординатуру по анестезиологии реанимации. И исполнила все-таки свою мечту и совместила то, что хотела. Вы очень целеустремленная женщина. Потрясающе. Но вы сейчас, мы вас представили, вы сейчас практикуетесь как кардиолог. То есть эту специальность вы уже получили несколько попозже. Это 2014 год, 2014. Это сосудистая хирургия имени Бакулева. Правильно? Да. Вот расскажите, что там. Это что-то совершенно другое, опять во что вы себя как бы вот впустили, попробовали что-то новое и почувствовали, что тоже это ваше. Все-таки это же несколько другое направление, верно? Это несколько другое направление. Я очень хотела попасть в ординатуру именно в сердечно-сосудистый центр имени Бакулева. Потому что это не просто кардиология, скажем так. Это не кардиология, которая исходит из терапии. Потому что обычно кардиология исходит из терапии, и ее я получила в интернатуре. То есть это для вас уже знакомая. Да, мне хотелось посмотреть что-то еще, потому что интернатура тоже проходила в кардиологическом отделении, в ЦКБ РАН. А мне хотелось посмотреть что-то еще на тяжелых кардиохирургических пациентов, которые зачастую просто находятся в очень сложном положении. Вот эта грань между жизнью и смертью. Когда ты вырываешь больного просто, буквально вырываешь из лап этой смерти, которая уже слишком близко. И мне хотелось вот это все понять и эту часть кардиологической науки тоже захватить. И поэтому я оказалась в ординатуре, в центре Бакулева. И, соответственно, там столкнулась вот с этими пациентами, с кардиохирургическими, которые имеют определенные сложности в ведении. И это не кардиология, которая вытекает из терапии. Это кардиология, которая вытекает из хирургии. И там нужно понимать основные принципы, хирургические тоже. Да, и вот возникает даже сам вопрос. Вы всегда выбираете какие-то экстремальные ситуации, профессии, специализации, чтобы подвинуться к этой грани, как вы выразились, жизни и смерти. И на этой границе вы стремитесь, чтобы победила жизнь. Как вот не страшно к таким границам пропасти подходить? Вот что такое внутри должно у человека быть, чтобы это работало? И вы сами не боялись, и еще могли помочь. Поделитесь. Поскольку изначально выбор стоял, изначально я хотела быть анестезиологом, реаниматологом, видимо, это с самого начала и заложено. Сейчас я работаю врачом кардиореанимации, блока кардиореанимации. Ну да, там все тоже на границах. Да? Да. И поскольку я являюсь членом междисциплинарной команды Кинг РФ, там тоже очень тяжелые пациенты, то есть пациенты с критической ишемией нижних конечностей, это отдельная когорта пациентов, которых тоже нельзя рассматривать как обычных. Это пациенты, которые на самом деле находятся между жизнью и смертью. То есть вот это поражение нижних конечностей, с которым они к нам попадают, это сигнал к тому, что проблемы есть во всем организме. Это верхушка айсберга, которую пациенты воспринимают как рана на ноге. Но это не рана на ноге. Это верхушка айсберга, говорящая о том, что состояние здоровья находится в критическом состоянии, а не только нога. И что дальше? К вам приезжают такие пациенты? Вот какая дальше идет процедура? Что с ними происходит? Как вы их спасаете, вытаскиваете? Какую веревку бросаете и тащите их из этой пропасти? Что вы делаете? К нам приезжают пациенты в абсолютно декомпенсированном состоянии. Мы компенсируем их по терапии, стараемся скомпенсировать их сопутствующую патологию. И, соответственно, потом проводим им эндоваскулярное вмешательство на артериях нижних конечностей, чтобы у них была возможность к заживлению этих ран. Иногда проводим эндоваскулярное вмешательство на сердце, когда это необходимо для того, чтобы избежать инфаркта. Пытаемся скомпенсировать их со всех точек зрения, чтобы они могли жить дальше. И вот это состояние здоровья, критическое, в котором они находятся, стараемся со всех сторон, и с точки зрения гнойной хирургии, и с точки зрения эндоваскулярной хирургии, и с точки зрения терапии, кардиологии, со всех точек зрения этих пациентов собрать воедино. Это очень непросто на самом деле. Ну и должна быть команда, да? У нас есть команда. Многопрофильная, где сразу специалисты все подключаются, и вы так вот спасаете, спасаете эту хрупкую-хрупкую жизнь. Ну это вы сейчас говорите о месте вашей работы, а мы все-таки еще пока побудем ваши пути, когда вы учились имени Бакулева, я имею в виду. Какие ваши там учителя, наставники, где-то вот заложили у вас авторитеты, какое-то направление такое? Определенно, определенно заложили. Есть школа, да? Вот что я хотела спросить. Там есть, там есть определенная школа, и я могу сказать, что в этой ординатуре, в которой я училась, меня однозначно учили. Моей наставницей была Татьяна Георгиевна Лия, и с ней все два года ординатуры, все два года мы боролись за знания, боролись за то, чтобы я могла подойти к пациенту, потому что у меня был какой-то, я бы даже сказала, страх. На ваших руках жизни. Остаться самой, да. И я когда закончила ординатуру, я и то все время звонила, а как же быть, а тут как поступить, а вот может быть еще посоветуемся там и так далее. Поэтому Татьяна Георгиевна вообще совершенно необычный человек. Она стала для меня примером врача-кардиолога абсолютно точно. Мы очень многое сделали, очень много пациентов у нас было совместных. Расскажите о самом сложном вашем случае. Вот прям конкретный пример. А в жизни или в ординатуре? В ординатуре. Мы сейчас пока вот говорим о вашем становлении, о формировании вашей такой личности, стойкости, наверное. Хотя она у вас врожденная, но тем не менее все-таки о конкретном примере. Вы же говорите о своей учительнице, ну о вашем наставнике, так это более высоко назовем, какой-то случай. Да, наверное. Вы, наверное, в четыре руки даже там спасали, она была с вами, нет? Или это просто она где-то была за спиной в вашем сознании? Мы даже не в четыре руки там спасали, мы там спасали, я бы сказала, что в восемь рук, потому что там пациенты с патологией, с клапанной патологией, с патологией сосудов сердца. Самый запоминающийся, наверное, случай. Ну что вот осталось в вашем сознании, в вашем сердце? Как бы ни буквально это ни звучало, говорим о лечении сердца и то, что остается в вашем сердце после того, как вы спасли людей. Самый такой яркий, может быть, случай? Самый яркий случай, да, это девочка, которая к нам попала в связи с тем, что ей отказали во всех, в принципе, лечебных учреждениях. И девочка была с перенесенным миокардитом. А возраст какой-то? Уже такое заболевание, вы сказали, девочка? Да, 23 лет, она была совсем молодая, но по нашим меркам это не наши обычные пациенты, наши обычные пациенты другого возраста. Другая возрастная категория, да? Да, которую мы очень долго спасали разными способами. Она была на искусственных аппаратах, на искусственном сердце, грубо говоря, которую потом все-таки удалось отправить на пересадку сердца, то есть нашелся подходящий донор, и ей смогли выполнить трансплантацию. То есть это удачный случай? Да, смогли выполнить трансплантацию, и все-таки девочка осталась живой. Несколько вам, спасибо вам. Удивительно, спасение. Что вы сами испытываете, когда спасаете? Это какая-то, не боюсь этого слова, прям божественная прерогатива. Вы дарите вторую жизнь. Что вы испытываете? Это какое-то вот крылья такие над вами просто. Вы парите? Или это дает силы просто работать дальше и спасать? Это дает силы работать дальше. Это входит в рутину, на самом деле. То есть это входит в рутину и становится обычной практикой. Победы же есть не всегда, есть же еще и огорчения, которые тоже приходится переживать. И для того, чтобы их переживать, нужно научиться их переживать, потому что если ты будешь уходить с каждым пациентом, то тебя не останется для тех, кого ты можешь спасти. Поэтому победы, да, дают силы работать дальше, дают силы не унывать, когда случаются поражения, потому что это тоже бывает. Вы переживаете, наверное, как личную потерю или такую травму. И как вот залечиваете? Просто это несете в себе и все, да? Сначала да. Сначала каждое поражение ты воспринимаешь как личное поражение. Сейчас, ну, я могу сказать, что стало проще, но все равно до конца все эти, просто вот эти победы, они дают силы. Дают силы двигаться дальше, дают силы идти дальше, дают веренности, дают способность переживать. Ну, пропорции добра и зла, добра меньше, поэтому вы насыщаетесь вот этой победой, несете ее дальше и освещаете этот путь. Хорошо, очень трогательно и удивительные ваши рассказы. И, наверное, мне кажется, это вообще с вами каждый день. Или вы думаете хотя бы о том, что вот наступит момент, когда придет пациент и нужно будет его спасать. Вот в этом и ваша привилегия. Привилегия помогать и спасать, давать вторую жизнь. Очень часто, да, все время на самом деле. Вообще кардиология, да, с точки зрения этимологии, это от греческих слов как сердце, насос, что не случайно совпадает сердце и насос, действительно так, и учение. То есть это такой достаточно широкий спектр медицины, который вмещает в себе много всяких функций. И богатая история, начиная еще тысячи лет, насчитывает, мы знаем еще древнеегипетские папирусы, где говорилось о том, что даже такая цитата очень расхожая, что тайна врача в том, что он может, чтобы иметь как бы дар врачевания, тайна врача в том, что ты имеешь ход, доступ к сердцу. Приложи колбу, к ладони, ты коснешься сердца. То есть сердце действительно имеет выход на другие органы за счет вот сосудов. Потом уже античные врачи, очень важно произнести, наверное, здесь имя, римского врача Галена, который, собственно, что-то догадывался о кровообращении, но еще не делал сердце центром кровеносной системы, даже что-то говорил о печени. Но, тем не менее, первые попытки осознать, что такое кровообращение и важность этого уже были в античном времени. Конечно, дальше идет раскрытие в эпоху Возрождения, когда были разрешены вскрытия аутопсии, то есть когда уже человек погрузился вовнутрь и узнал, как что устроено. Отсюда вы ведете свое начало? Или еще для вас какие-то авторитеты? Я уже не говорю о системе Улима-Гарби, который, собственно, учебник анатомии, где описал, как устроены вены, артерии, малый круг кровообращения, большой круг кровообращения. Вот где вы начинаете свою историю? Я вас пытаюсь туда века вернуть, и это же очень интересно. И когда началось, собственно, ваше становление как кардиологов? Кардиология все-таки современная наука на самом деле. Поэтому так далеко в античность мы не углубляемся. Ну, важность я имею в виду, что врачи античности из среднего века, которые там что-то предполагали, но тело еще было как бы предметом, объектом сакральности, и, собственно, католическая церковь не разрешала прикасаться, и вскрытия были запрещены, вот эта дилемма такая. И все оставалось внутри. Нужно было только догадываться, почему там у нас колотится так. Сейчас все уже разгадано, и понятно, да, что какие реакции и зачем наступают. Ну, то есть все это уже понятно. Кардиология все-таки современная наука, и я бы вспомнила таких известных терапевтов, которые нас уже подвели... В 19-й где-то век, да? Где-то, да, к тому, чтобы выделить кардиологию как отдельную науку, потому что терапия, она рассматривает организм человека в целом, а кардиология занимается проблемами уже конкретно сердца, ну и в какой-то степени сосудов, потому что некоторые сосудистые болезни неплохо бы лечить нам, кардиологам, потому что все это очень сильно связано. Это пока не выделено, да, в отдельном отрасли. Пока непонятно, к кому относятся больные с патологией, например, с атеросклерозом сосудов головы, который не нужно оперировать. Это к кому? Да, это к кому? Это же кардиологу, перемежающий хромотой, да, которые не могут ходить, потому что у них болят ноги, но их опять же еще не нужно оперировать сосудистым хирургом. Это к кому? Опять кардиологу? Это опять кардиологу. Но пока это не к нам. Пока эти больные относятся в никуда. Они к терапевтам немножко, они немножко к кардиологам, они немножко к сосудистым хирургам, которых вроде как перенаправляют к кардиологам, но не всегда. Поэтому пока это не определенная категория пациентов. И куда же нам деваться? Как же вы тогда нахуете ответы? Как правило, они все-таки к нам попадают с чем-то другим, с артериальным давлением, например, с начавшейся ишемической болезнью сердца. Как правило, эти боли все-таки к нам попадают по каким-то другим вопросам, и мы все вот это пытаемся. Ну да, и в начале нашей беседы вы сказали о том, что самое главное, это вот эта система кровообращения, оттуда все идут проблемы, а те, которые мы внешне видим, они это только верхушка айсберга. Я не случайно тоже сказала о важности сердечно-сосудистой системы, потому что еще внутри утробно эмбрион уже на третьей неделе своего формирования имеет однокамерное сердечко, которое пульсирует. Это первая система, которая формируется у эмбриона, а потом уже пищеварительный, дыхательный, которые ему, собственно, там пока не нужны. А все начинается с этих вот круговращений. И, собственно, значит, это настолько важно, и в жизни это начинается прямо вот у истоков. То есть получается, что все болезни из-за нарушения кровообращения? Нельзя сказать, что все болезни из-за нарушения кровообращения. Но, к сожалению, наши болезни, они очень страшны. Наши болезни, они стоят все равно на первом месте в структуре смертности. Сердечно-сосудистые заболевания все равно остаются первыми. Да, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, они все время... На первом и вторых местах, даже в развитых странах, да, они все равно являются причиной того, чтобы человек умирает. Почему так происходит? Как вот вы, как специалист, как медик, можете ответить на этот вопрос? Ну, не говоря уже о важности этого. А почему, собственно? Потому что сердце, как вы правильно заметили, оно формируется практически первым. И это основная система, это наш насос, который обеспечивает жизнь. И если сердце перестает биться, что обеспечивает жизнь? Ничто. А если сосуды, которые питают сердце, закрываются, чем оно будет питаться? Ничем. Поэтому жизнь обеспечивать тогда нечем. Соответственно, все вот эти сосудистые заболевания и сердечная недостаточность – это те болезни, от которых очень часто, к сожалению, умирают пациенты. Но и раз, и не зная об этом. Вот так. А вы занимаетесь и врожденной патологией, и как бы уже приобретенной. То есть у вас спектр очень широкий, правильно? То есть мы же не зря говорили о внутриутробном развитии. То есть если малышка неправильно там как-то у мамочки формируется, и может уже врожденно, да, внутриутробно точнее, что-то закладываться, какая-то патология. Вы тоже занимаетесь этим? Ну, детскими пороками мы не занимаемся, потому что я взрослый врач. Поскольку я училась... Ну, или последствия этого, наверное. Да, и такие пациенты к нам попадают. Но, к сожалению, это очень тяжелые пациенты. У нас в стационаре для них есть специальное отделение. Это пациенты, требующие особого подхода и внимания. Как правило, вот эти упущенные по времени пороки сердца, которые не скорректированы в детском возрасте, во взрослом возрасте уже невозможно скорректировать хирургически из-за определенных особенностей, из-за развития высокой легочной гипертензии, которую, к сожалению, уже никак не победить. То есть мы пытаемся ее медикаментами снизить, но радикально скорректировать хирург... Но вылечить уже невозможно. К сожалению, уже нельзя. А как предотвратить эти патологии? Ну, есть какие-то рекомендации? Предотвратить? Ну, чтобы все правильно шло. Соблюдать. Чтобы мы были здоровыми. Соблюдать правильный режим при беременности, потому что все равно чаще всего это патологии, которые развиваются у... То есть это все от мамочки зависит? Матерей, которые нарушают, которые продолжают курить во время беременности, которые не подготовились к беременности как следует. Ну, еще и генетический груз, наверное, и от мамы, и от папы наследуются какие-то заболевания. Вот, кстати, о сердечно-сосудистых заболеваниях. Они есть генетически предрасположены? Безусловно. У меня диссертация по генетике. Тогда к вам вопрос. Безусловно, они генетически предрасположены. Есть заболевания, которые генетически предрасположены. А все остальные, скорее всего, мы просто еще не доказали связь генетики с этим. То есть мы можем сейчас четко наблюдать, что у пациентов с ашемической болезнью сердца, которые заболели ей рано, скорее, ну, то есть не тогда, когда положено. А когда положено? Атеросклерозом нам, похоже, заболеть лет в 70. А если пациент в 45 лет приходит, и у него уже клиника стенокардия, или, не дай бог, он перенес инфаркт, надо однозначно искать генетику. То есть, скорее всего, у него найдется либо папа, который умер внезапной смертью там в возрасте 40 лет, либо дедушка, который умер внезапной смертью в возрасте 40 лет. То есть такие пациенты, у которых в анамнезе есть родственники, которые скончались, либо перенесли инфаркт в раннем возрасте, да, пережили его, такие пациенты должны быть особенно насторожены в плане генетики. То есть они в группе риска? Они в группе риска, и их надо на этот счет обследовать. Есть также понятие генетической защиты, которое мы, собственно говоря, искали в диссертации. У меня диссертация по пожилым пациентам, по особенностям течения ишемической болезни сердца, после эпизода обострения у пациентов пожилого и старческого возраста, и там мы изучали роль факторов воспаления и генетического полиморфизма. То есть, собственно говоря, мы пытались доказать то, что есть ряд пациентов, которые защищены генетикой, у которых есть определенный генетический набор или генетические перестановки, которые отодвигают их атеросклероз. А что это, какой-то дар, спасение свыше, и как вот он приобретается? Какая-то тайна, которая там во время нашего формирования в нас закладывается, спасение? Нам, к сожалению, тоже это не очень понятно на данный момент. Это необъяснимо? Это пока не объяснимо. Нет, скорее всего, в итоге получится все это объяснить и станет понятным. Но пока мы не можем понять, какой конкретно набор генов пациента защищает, а какой вводит его в группу высокого риска, да, какой вводит его в группу высокого риска, и где его защита, а где его спасение, пока это непонятно для нас, к сожалению. То есть вы лечите просто по факту обращения, когда уже что-то болит или когда внешне как-то проявляется, да? Или профилактика есть? К нам, к сожалению, очень редко приходят для профилактики. К кардиологам действительно редко приходят для профилактики. К кардиологам приходят, когда уже по-настоящему прихватило. То есть либо случился инфаркт, либо это боли в груди, которые беспокоят пациентов достаточно интенсивно. Либо это наши пациенты, которые с критической ишемией ног, они не чувствуют болей в груди. У них есть определенная особенность. Они никогда не почувствуют боль в груди, потому что все нервы, которые находятся вокруг сердца, они отмирают. Они вот не чувствуют болей в ногах. У них есть рана на ноге, они не чувствуют болей в ногах. И у них есть проблемы с сердцем, они не чувствуют болей в сердце. И вот эти пациенты приходят, к сожалению, уже слишком поздно Наверное, у каждого третьего или четвертого мы обнаруживаем уже перенесенный инфаркт И они смотрят на нас круглыми глазами, говорят, как я не заметил И это очень часто бывает, к сожалению, именно у этой группы пациентов А что это такое возникает? То есть это какая-то защита, почему мы не чувствуем эту боль? Почему прячет организм? Казалось бы, наоборот, он должен себя защищать, самозащита включается А он что-то случилось и спрятал, скрыл это, что это? Потому что при этих патологиях поражаются еще и нервы И вот эта нейропатия А, то есть связанность А вот Галей был прав, связав нервную систему с сердечно-сосудистой Не зря 1300 лет его пользовались его учением Абсолютно, и она не дает им чувствовать боль Опять же, когда пациенты, как правило, чувствуют боль Когда они ходят, когда возрастает нагрузка У этих пациентов нет нагрузки, они не могут ее почувствовать Поэтому упускают вот это крайне важное время И иной раз, когда они попадают, сосудами уже в принципе ничего невозможно С сосудами сердца уже ничего невозможно сделать, кроме большой операции Они идут на большую операцию на ортокоронарное шанчирование То есть только когда что-то заболеет, защемит, мы уже начинаем искать причину К сожалению А как происходит профилактика? Вот здоровый человек, вот он хочет править свое сердце Что вот он должен делать? То есть вот с точки зрения, чтобы предотвратить вот эти все страшные вещи Чтобы не подводить себя на грань жизни и смерти Вот профилактика какая здесь? Профилактика это правильный образ жизни, определенно Соблюдение диеты, в которой нет трансгенов, нет трансгенных жиров Которые мы так любим Потому что я вот шел по улице, а там такая хорошая шаурма Или прекрасная вот вкусная точка Мы так же это любим, это же так легко все достать Это трансгенные жиры, которые в атеросклеротические бляшки превращаются очень быстро Самый мощный провоцирующий фактор, который я бы сказала И который вот четко работает в моей работе Это курение Курение, какое бы оно ни было Сейчас пытаются заменить курение обычным курением электронных сигарет Которые мифически оказывают меньшее воздействие на сердечно-сосудистую систему Да ни разу, сколько клинических исследований провели Провели независимых клинических исследований Независимых от компаний, которые занимаются электронными сигаретами Столько раз показали, что электронные сигареты вредят точно так же, как и обычные сигареты Курение четкую связь имеет и с ранними инфарктами И с ранней шимической болезнью сердца, с ранними поражениями сосудов И сколько бы мы об этом ни отвердили, и сколько бы мы об этом ни говорили К сожалению, все остается на своих местах Очень много курящих И даже когда пациент уже перенес инфаркт, у него минует острая фаза Проходит 30 дней, и он возвращается на круги своя То есть очень часто Может быть, причина в том, что это такое искушение, которое должно присутствовать в нашей жизни Потому что мы же не человек в футляре Нам хочется этого Жизнь, она очень разнообразна И вот это табу, запреты, они, может быть, тоже дают какой-то обратный эффект Почему такие мысли у меня сейчас родились, и я хочу вам этот вопрос адресовать Я знаю человека, который очень правильно вел образ жизни, в том числе питание Какие-то излишества себе не позволяло Однако жизнь не продлилась слишком большой и не была такой счастливой А человек, который как-то относился с легкостью к жизни Понимал, что это даст ему удовольствие, это радость И она компенсировала какие-то там внутри даже потери И миновала, хорошее настроение его лечила Вот он получал радость от жизни И он был здоров Вот как это объясняется? Может быть, здесь нет прямой зависимости? Всего нужно в меру? Прямая зависимость с курением, она однозначно есть Что касается остальных радостей жизни Даже, да, там, небольшого употребления алкоголя Должны быть Они должны быть Хорошо, спасибо Но с курением, к сожалению, прямая зависимость Я никогда не забуду, как приехала к нам пациентка 96 лет Какая прелесть Она приехала с подозрением на ишемическую болезнь сердца На острый инфаркт И к нам прибежала ее невестка И она мне говорит Екатерина Андреевна, а вы, Сомалей, возьмите коньяк Я говорю, какой коньяк? Я надежусь, о чем вообще говорить? Она говорит, не вам Это бабушке Вот Я говорю, зачем ей коньяк? Ей 96-летку, что же вы говорите? Ей обязательно нужно налить 100 грамм коньяка Я говорю, в 96 лет вы даже влезете Ну зачем же это нужно? Она говорит, я вас прошу, налейте ей Ну, я пошла и налила Я очень удивилась, что пошла и налила Бабушка, она была в таком каком-то не очень ясном сознании Она тут же ожила Она была без коньяка, поэтому она почувствовала себя болезненно Она начала с нами общаться И она рассказала мне, что действительно, каждое утро Она уже очень-очень давно употребляет этот коньяк И он ей вот очень нужен И без него она не может И такие радости в жизни, они допустимы Но курение, к сожалению, это очень Ну это яд Будем называть вещи своими Очень сильная плата за удовольствие, скажем так Которая может оборвать жизнь слишком рано Поэтому это не нужно Остальные радости, конечно Пожалуйста Почему нет-то? Ну, просто я о чем говорю Что вот эмоции, они иногда просто вот перекрывают какие-то очень серьезные вещи Даже преодолеть не только там какие-то психологические травмы Но и физические травмы То есть просто лечат хорошее настроение Позитивный заряд Абсолютно точно Какие-то эмоции, положительные события Любимый человек Или испытания любви Это же тоже все там сердце простукивает Ритмы любви Сердце дает Но для этого не нужно курение Курение мы исключили, я поняла Все Да, остальное все можно Остальное можно, но в меру Да И действительно, все-таки сердечно-сосудистая система Центром которой является наш насос Они подвластны к эмоциям То есть мы когда боимся Или наоборот испытываем яркую эмоцию Почему там так сокращается? Что там происходит? Потому что мозг его регулирует И мы мозгом, соответственно, увеличиваем частоту сердечных сокращений А с давних-давних времен известно, что сердце наше рассчитано на определенное количество сокращений И чем чаще оно будет биться, тем меньше, соответственно, оно пробьется Поэтому у пациентов в возрасте мы стараемся уже контролировать частоту сердечных сокращений с помощью препаратов То есть чем больше мы боимся или там какой-то испытывательный стресс, оно колотится быстрее И мы сокращаем его жизненный цикл Вот так Определенно Поэтому надо сохранять спокойствие Надо сохранять спокойствие, чтобы оно не бьется Но вы знаете, когда оно бьется, чувствуешь какую-то жизнь в себе Иногда вот прям хочется нажать вот здесь вот на пульсе и почувствовать, как оно бьется Это так здорово Это ощущение глотка жизни А когда его не слышишь или оно замирает Такое ощущение, что у тебя больше нет Тут главное, чтобы оно билось здорово Чтобы эта чистота была Чтобы оно билось почаще, но в здоровых пределах, скажем так Очень интересно было бы вас, как у специалиста, спросить и о строении сердца Потому что это уникальная просто скульптура, которая создала природа Просто гениальнейший механизм Назвать его таким вот полым, виброзно-мышечным органом Как-то даже не поворачивается слова, потому что настолько это все там уникально и сложно Даже начиная с рисунков Леонардо да Винчи Как он красиво изобразил сердце Это такое прям уникальное создание, которое путано этими сосудами И которое распространяется на весь организм Наверное, просто действительно самое главное в нашем организме С него начинается жизнь и заканчивается как бы последним биением сердца Это удивительно, красоты Оно четырехкамерное, как мы знаем Два предсердия, два желудочка Что там в правом стороне приходит бедная кислородом кровь Левое предсердие у нас обогащает организм кислородом Как это все происходит? Расскажите о строении сердца Сердце действительно состоит из четырех камер Камеры между собой разделены клапанами Сердце выталкивает кровь в аорту И из аорты, соответственно, сердце кровоснабжает уже весь организм То есть за счет сердечного цикла, за счет определенной последовательности Запрограммированных заранее действий Сердце выталкивает кровь в аорту По которому кровь расходится уже по всему организму Начиная от важных органов Самые важные органы у нас Это само сердце, оно кормит само себя Само себя кормит? Естественно, по коронарным артериям оно кормит само себя Оно кормит мозг Это самое важное для него Потому что когда происходят какие-то критические моменты Происходит так называемая централизация кровообращения Вернее, сердце все время выталкивает одинаково Но хуже кровоснабжаются пальцы, ногах, конечности Но все равно сердце сохраняет способность прокормить себя Прокормить головной мозг, прокормить почки Это самое главное для него Поэтому оно выталкивает кровь в аорту И кровоснабжает весь организм И, соответственно, потом кровь собирается И по венам уже поступает опять в сердце Где проходит этот цикл и снова кровь попадает в аорту То есть кормит и следит за жизнедеятельностью нашего организма Вот мы с вами говорим, находимся в покое Или выполняем ту или иную работу Сердце работает И мы когда отдыхаем, засыпаем, спим Можно сказать, что блаженствуем Оно все равно не прекращает свою работу Как только запустилось От первого биения до последнего Оно работает, оно никогда не останавливается Удивительно, может быть, поэтому оно называется и насосом Это ритмические сокращения Которые обеспечивают эту прогонку крови по нашим сосудам Вот о строении, да, мы говорили Но также еще и многие медики, специалисты Наверное, и вы согласитесь в том числе Что это кровь, жидкая ткань Потому что она очень сложно устроена И даже много там разновидностей клеток Это лейкоциты, эритроциты, тромбоциты Которые очень так интересны Каждый тоже свою функцию выполняет Лейкоциты там отвечают за борьбу с инфекциями То есть это маленькие наши врачи Эритроциты там за счет гемоглобина Этого двухвалентного железа Который соединяет кислород Обогащает кровь Продвижение в крови кислорода А тромбоциты Это свертываемость крови Чтобы мы не потеряли ее во время каких-то травм Столько функций, все в одной крови Это определенно ткань И относится к группе соединительной ткани Еще очень непросто Ни с эритроцитами, ни с лейкоцитами Как вот это все не перепутается там Пациенты очень часто спрашивают меня А какие гарантии на лечение той или иной болезни У меня есть машина И иной раз я приезжаю в автосервис И спрашиваю, ребята, а вот долго еще Эта деталь сможет работать И они мне говорят Мы не знаем, ну вот возможно Там столько-то и столько-то А машина эта созданная человеком Ну искусственная, не живая То, в чем по идее можно разобраться А система человека устроена настолько сложно Что иной раз беда приходит оттуда Откуда не ждем То есть вроде бы мы, казалось бы, победили одну болезнь И мы с ней справились И все, и угроза миновала И откуда-то привносится еще Это новое, то, чего ты совсем не ждал И удар поступает совсем не с той стороны С которой, казалось бы, боролись Потому что все, мы победили, мы выиграли Мы уже празднуем триумф А нет, новая беда подкидывается оттуда Откуда мы не ожидаем и не знаем Мы стараемся все сделать для того, чтобы профилактировать возможные осложнения Ведь лекарств тоже бывают осложнения Их достаточно много Одно лечим, другое калечим, например Мы стараемся очень часто защитить желудок, чтобы не было кровотечений Потому что мы, кардиологи, вынуждены назначать много таблеток для разжижения крови Мы стараемся защитить голову, чтобы не было инсульта Когда речь идет о пациенте с мерцательной аритмией Мы стараемся защититься от кровотечений, каких бы то ни было Мы стараемся защититься от многого на самом деле Но очень часто беда приходит оттуда, откуда мы не знаем Откуда мы не ждем Откуда не ждем, да Это говорит о том, что жизнь настолько сложная Хрупкая И хрупкая, что она может вот такое придумать разнообразие До чего мы сами не можем догадаться Это точно Да, это ее тайна А для вас сердце тайна? Вот этот орган, с которым вы... Ну, вы все вот о нем знаете Как оно работает? Как его лечить? Ну, больше знаете, чем вот мы все Конечно, всего знать невозможно Но, тем не менее, какая-то вот тайная загадка остается для вас в сердце? Не только в сердце И в сердце, и в организме человека в целом для меня до сих пор очень много загадок Потому что даже на том уровне, на котором мы сейчас есть в медицине Мы на очень многие вопросы ответить не можем Это касается и онкологии, и других Это касается и онкологии, это касается и наших сердечно-сосудистых заболеваний Потому что... А какое заболевание, которое вы еще не нашли? Вот ответ Самое сложное заболевание сердечно-сосудистых, какое у вас сейчас? Они все очень сложные на самом деле Ну, самое капризное, с которым вот прям практически... Меокардиты, самая большая проблема Генетические заболевания, сердечные тоже проблемы Да, любое заболевание может стать вопросом для нас То есть вы абсолютно правильно сказали Что какой-то человек вел правильный образ жизни Он не пил, не курил Он и в 50 лет скончался от инфаркта Почему? Почему? Ну, возможно, его отец умер в 50 лет от инфаркта Или в 45 лет Ну, то есть тут хотя бы генетика объясняет, да? Это хотя бы можно генетикой объяснить А бывает так, что ничем нельзя, ничто объяснить Откуда пришла та или иная болезнь Откуда это все берется К сожалению, не всегда это получается Объяснить как-то логически Ну, это понятно, да Ну, просто я связала это вот с каким-то стрессовыми ситуациями Потому что всегда, когда мы переживаем, все отражается на сердце И даже наши потери, все наши травмирующие связаны даже с личной жизнью Какие-то любовные истории И мне очень понравился ответ одного врача, который тоже присутствовал в этой студии Он сказал так, наблюдая над сердцем, над его строением Что тронутая любовью, пережитая какую-то трагедию в любви и сердце Очень красивая Вот оно должно испытать травму Вот тогда оно как нужно работает Тогда оно там функционирует на все свои потенциальные возможности, которые в нем вложены Может даже синдром Токацуба случится Так называемый синдром разбитого сердца Это синдром, которым страдают женщины от разбитой любви Которые приводят к растяжению полостей сердца, к нарушению его сократимости Ну так вот природа все там предусмотрела Чтобы мы и переживали, и страдали, и радовались Нельзя же радоваться Человек, который радуется, он лишен всего Мы же не можем радоваться постоянно Она во многом нас защитила Защитила? Защитила во многом Но не от всего, к сожалению И все это отражается на сердечке Все это отражается на сердце На нервной системе тоже очень сильно А как связаны? Вот где вот это вот пересечение этих систем? Нервной и кровеносной Как они друг на друга накладываются, функционируют вместе, синхронно Как они слышат друг друга, да? Все же от мозга Мозг посылает Мозг посылает сигналы Сердцу заставляет его биться то чаще, то реже Определенные эмоции, которые мы испытываем Они тоже очень сильно на сердце влияют И иногда эмоции играют в положительную сторону Иногда, к сожалению, в отрицательную Достаточно часто важно иметь над ними контроль Мне важно иметь над ними контроль Потому что если эмоции возьмут вверх При какой-то сложной ситуации Мы просто разрушим свое сердце, я так понимаю Мы просто долго не протянем на самом деле Да, очень хорошую тему затронули Я имею возможность о вас спросить О кровеносной системе, о крови мы говорим То есть она у нас есть Но мы не всегда сдаемся вопросом, откуда она берется Вот это вот очень красивое слово гомеопаэс Которое вот кроветворение Которое происходит в определенном месте Это красный костный мозг Где, собственно, происходит создание этой уникальной жидкости Как это происходит? Почему кровь творится вот внутри Можно сказать, даже костной системы? Как это так? Природой предусмотрено, что там В таких еще запечатанных видах Происходит уникальное творение жидкости, крови? Ну, природа предусмотрела это Природа предусмотрела не только костный мозг Природа предусмотрела и В случае, скажем так, его плохой работы Она предусмотрела селезенку Которая тоже творит Которая тоже творит Которая тоже творит Которая печень, которая тоже участвует в кроветворении То есть не только красный костный мозг. Да, природа это все предусмотрела, и она защитила нас со всех сторон. Разрешила нам быть плохими, чтобы все наши ошибки исправлять. Отчасти. Я поняла. Отчасти. Здорово. А какое количество крови в нашем организме? Как вот если его приблизительно измерить? Потому что установлено, что в минуту, полторы-две минуты практически весь объем крови и сердца проходит. Так ли это? Минутным объемом сердца это называется. У среднестатистической женщины 4,5-5 литров крови. У большого мужчины может быть и до 6 литров. У ребеночка крови совсем мало. У новорожденного ребенка пол-литра крови. У ребеночка чуть постарше. Это растет все со временем. Вместе с нашим ростом увеличивается и объем, стекулирующий крови. Хотя уже сердечко тоже четырехкамерное. Все, рождаемся-то мы уже с готовым сердцем, да? А объем набираем по мере развития. По большей части, да, рождаемся. Потому что если мы рождаемся не с четырехкамерным сердцем, это уже порог, это уже проблема. А какие-то вот особенности строения? Мы с вами тоже несколько имен произнесли, начиная даже с античности. Вот Мандино де Луце. У него очень красивый такой вот анатомический учебник. Я имею в виду профессора Болонского, который вот впервые, может быть, за счет того, что много делов вскрытий, изобразил структуру вен, артерий, сердца. Вот как это выглядит, как это можно ассоциативно понять? Это как древо, ветви. Как выглядит структурно сердечно-сосудистая система? Вы ее как представляете? То есть все окутано, все, что в организме, все окутано сосудами и, соответственно, имеет доступ к сердцу. То есть получается, что если нас вот так вот рассмотреть, мы большой комочек сосудиков, так? Именно так. Большой комочек сосудиков, крупных сосудов до артерии и артерию, в которых, собственно говоря, уже и происходит весь этот... Куда кровь отдается и откуда забирается уже кровь, отдавшая кислород, которая дальше пойдет в легкие, чтобы вновь обогатиться кислородом и пойти к сердцу. То есть мы все опутаны маленькими-маленькими вот этими сосудами. Все органы, каждая клеточка, каждая ткань имеет определенный источник питания. И для нас очень важно, чтобы этот источник питания, чтобы этот насос работал и поставлял питание к каждой клетке организма. То есть этот жизненный цикл поддерживается этим. А заведует? А заведует сердце. Наш насос сердца. Прекрасно. Вот об учебе вы тоже подробно очень рассказали. И немало важно сказать, наверное, еще о месте работы. У вас их было, ну, понятно, как у любого специалиста, несколько. Сейчас вы представляете государственную больницу номер 29, да? Вот. Что-то там, вот как вы туда попали, что-то, может быть, какие-то истории такие вот, связанные с сердечными, какими-то душесчипательными историями. Там все-таки место такое особенное, с особой историей. Влияет ли это вот на работу? Вот когда вы туда пришли, что-то изменилось? До этого вы работали в 51-й больнице, да? Можем с нее начать? Вот когда вы пришли и стали специалистом, вот ваша практика началась. Я закончила ординатуру в Бакулевском центре и сразу пришла в ординатуру в 51-ю городскую клиническую больницу. Я сразу попала в отделение отложной кардиологии и стала дежурить. Неотложной, вы всегда вот экстренной берете, я знаю. И стала дежурить в блоке кардиореанимации и впоследствии уже стала врачом блока кардиореанимации, поскольку это было моей мечтой. 51-я городская клиническая больница, к сожалению, была закрыта, ликвидирована. Расформирована, да? Расформирована, да. И поэтому мы не ушли. Нас департамент, как положено, перевел в 29-ю городскую клиническую больницу. И вот, собственно говоря, мы оказались сейчас там. Ну там такая история особенная, там вот все настроено, заточено, и даже попадая туда, все на спасение. Одухотворенное место. Да, действительно, больница совсем не простая. То есть это какое-то особенное место. Я не знаю, может быть, потому что так сильно связано с религией, да? Все-таки больница имеет историю иконы «Утолимая печали». И, может быть, потому что так сильно связано с религией. В больнице очень хорошие, теплые, действительно отзывчивые люди. Нас очень тепло в нее приняли. То есть как будто мы и должны были туда как будто бы прийти, попасть. Как будто нас там на самом деле ждали. Хотя понятно, что момент закрытия больницы, 51-й, он очень непростой для всех сотрудников. Ну, представляете себе, у меня вообще не было. То есть я пришла из Пакливского центра, и на работу я попала впервые в 51-ю больницу. То есть там-то я училась в ординатории. Работала я только в 51-й. И тут такой шок для всех. Да, больницы закрывают, и как вообще, как дальше? Я более или менее спокойно это как-то пережила, просто потому что защищалась. Потому что для меня 51-я больница была прям вторым домом на самом деле. Я очень-очень трепетно к ней относилась. И я, в принципе, не понимала, как это так, как вот мы перейдем в другую больницу, что мы будем так делать. Нет, нас приняли очень тепло, и все сделали для того, чтобы нам было там комфортно. То есть в отделении у Алексея Дмитриевича Эрлиха все было сделано для того, чтобы... Ваше отделение кардиологии, да, как называется? Кардиореанимация. Кардиореанимация. Ну вот, я... Можно было не спрашивать. Там, где риск, там, где на грани жизни и смерти, там появляется вот ангел в вашем лице. У них немножко другая... Вы кардиореаниматолог, тогда так правильно вас называть, да? Я врач-кардиолог. Врач-кардиолог. В блоке кардиореанимации. У нас сейчас в стране нет кардиореаниматологов. У нас есть отдельно кардиолог, отдельно анестезиолог-реаниматолог. Это отдельные специальности. Но вы совмещаете все, так я поняла по вашему рассказу. Да, вот и анестезиолог-реаниматолог, АИР, кратко, да, аббревиатура, это совершенно другая специализация, и как бы вы не обязаны, собственно, здесь иметь какой-то выход на это. Но тем не менее, вы совмещаете это все в своей практике. Правильно? Да. Ну тогда какой-то случай, самый запоминающийся в 29-й больнице, который там произошел с вами? В 29-й больнице, наверное, чудес со мной еще не случалось. Все впереди. Все впереди, да, потому что мы перешли совсем недавно, и эта вся история произошла с нами совсем недавно. То есть мы только буквально... Значит, ждите чудо. Я думаю, да, я думаю, что все впереди. Очень много таких вещей происходило со мной в 51-й больнице. То есть там эти истории случались буквально практически каждый день, потому что там было очень много пациентов, которые... Там была немножко другая специфика работы блок-кардиоанимации. Ну, конечно, каждое место имеет свою специфику. Потому что в 29-й больнице блок пока настроен немножко по-другому. То есть у них есть специальная реанимация для хирургических больных, у них есть специальная общая реанимация, очень большая. Это же большая больница. А 51-я больница не такая большая, она рассчитана всего на 600 коек, поэтому к нам в реанимацию приезжали абсолютно любые пациенты. Здесь все-таки есть распределение, сюда попадают кардиологические больные. Кроме того, в 29-й больнице блок кардиоанимации пока не работает на инфаркты с подъемом, так называемые, на тяжелые инфаркты, потому что у них только появилось первично-сосудистое отделение, которое возглавляет наш профессор Дмитрий Александрович Затейщиков. И пока вот эти тяжелые инфаркты, они в 29-ю больницу не едут, они распределяются по другим лечебным делам. Но вот эта конкретика, наверное, немножко облегчает вашу стресс, потому что вы, наверное, не знаете, что сначала делать, а когда уже есть дифференциация, наверное, это проще. Ну, пока непонятно, мы привыкли... Или организм раз и что-нибудь опять покажет то, к чему вы не были готовы, да? Мы привыкли немножко к другому, мы привыкли как раз вот к этой работе, когда в 5-е реанимации одновременно там и так далее, вот к этой тяжелой работе. В 5-е реанимации одновременно? Да, такое тоже бывало. И каждый просит и ждет от вас помощи. И каждый просит и ждет. И просит жизни. И просит жизни, да. Поэтому там это случалось достаточно часто. Здесь все-таки пока попроще специфика, но я думаю, что все изменится. Да, вы, я так понимаю, ко всему готовы после того, что вы прошли. Абсолютно точно. У нас сейчас новый главный врач в больнице в 29-й, наша Виктория Алексеевна, собственно говоря, из 51-й. Вот, поэтому я думаю, что скоро... Но одно ваше попадание в это место уже чудо, потому что с вашим багажом, с вашим знанием вы всегда поможете. И пациентам повезет, что ваши руки будут его лечить. Я надеюсь. Какие бы вы дали пожелания нашим зрителям, рекомендации? Потому что всего, конечно, нельзя предусмотреть. Как вы сами выразились, болезнь может выскочить из-за угла. Неизвестно как и откуда и почему. Может быть, что-то преднамеренно, генетически уже задано, да? Есть какая-то генетическая защищенность, как вы выразились. Вот что бы нам делать, чтобы жить, любить, наслаждаться жизнью, но и не тратить наш сосуд, чтобы она работала полноценно как можно дольше. Вы абсолютно правильно сказали, что надо жить, любить, наслаждаться жизнью, не искать проблем там, где их нет, но и не создавать себе проблем самостоятельно. Все можно, как мы и говорили, все радости жизни можно в меру. Но курение серьезный фактор, который действительно очень сильно истощает наши сосуды, и это не надо. Нужно заменить его на спорт, например. Очень хорошо. Найти другие радости. Найти другие радости, да. Пешие прогулки, это просто прекрасно. Совместные пешие прогулки еще лучше. Еда. Еда тоже очень многое решает. И не надо отграничиваться от всего. Мы сейчас уже ни в коем случае не призываем пить полуторапроцентное молоко, как говорили раньше кардиологи, да, которые были до нас, которые говорили, что вот только маложирная еда. Это уже понятно, что все это не так. Но все легкие углеводы, то есть все, что сладкое на вкус, все это откладывается исключительно на наших боках и больше нигде. И ничего хорошего, кроме будущего сахарного диабета и сердечно-сосудистых проблем, нам не сулит. Да, это очень вкусно, это очень здорово, и это очень нужно в меру. И этому надо знать меру, начиная с самого раннего возраста, все это надо контролировать. Я бы даже сказала, что этому надо учить детей. Самого раннего детства. Все эти эмоции от сладкого, мы так любим, эндорфины, которые выделяются при употреблении сладкого, они не нужны. Поэтому все это надо ограничить, и во всем надо знать меру. Какая мера? Посоветуйте, сколько можно учить? Мера одна конфетка в день. Одна конфетка в день, а две это уже будет нагрузка? А две это уже будет три на следующий день. Поэтому в этом надо знать меру очень уграниченную. Самого раннего детства. Спасибо большое. У нас был очень интересный такой интимный разговор, потому что все-таки тема сердца, она несколько сократная, согласитесь. Оно хранит там какие-то наши самые потаенные и желания, и мечты, и наши чувства, которые мы переживаем. Даже мозг до конца не осознает то, что испытывает там сердечко. Поэтому это же не только физика, как я говорю, что это полый фиброзно-мышечный орган, который пульсирует кровь по сосудам. У него есть и своя метафизика. И есть очень такие красивые слова и выражения. Можно обратиться к более такой высокой литературе, как в Библии, например, сказано первое послание Коринфянам. Мне очень нравится там формула как раз о сердце. То, что знание может упраздниться, языки умолкнут, пророчество прекращается. А любовь не перестает никогда. Вот отвечает за то, чтобы любовь не переставала биение нашего сердца. А если сказать более просто, обратимся к великолепной сказке Антуана Сент-Экзупери «Маленький принц». И красивая цитата, что «Зорко только сердце, самого главного глазами не увидеть». Слушайте свое сердце.